Для слова «человек», например, «казы», «моторы», «восточный Саняк», «правый берег Енисея», «кайбала», «хуза», «хаса», «камасинцы». Так вот, для того, чтобы посмотреть, на каких языках говорило население до появления здесь языка тюркской группы, надо обратиться к названиям нашим «Арек и город», что было сделано, между прочим, прежде всего археологом, а потом уже филологи получили. У нас есть топонимы угорских языков, так сказать, родня ханта Манси современного, самодийских и кецких по тайге. Так вот, понимаете, доказательством того, что китайские авторы в VI-XII веках под термином «хакас» понимали разноязыкое, а не только тюркоязычное население этого государства, является данной китайской же летописи. Среди слов, записанных от послов, у них есть, например, явно, так сказать, тюркский, например, «гань», какие-то произношения это попечуленные, то есть «хам», «шамам», да, «бей», «бек», «кэхань», «каган», «ай», «месик», всем понятно, «сымо», «сын», «марам», «мюйдзе», «мус», «лю», «со», «со», «лев», То есть есть, да, «мауши», «наочил», «Новый год», так сказать. Но вот рядом с этими явно тюркоязычными словами в тех же летописях приводятся слова, которые не поймем. «Кяса», например, «кяса», это «железо», но оно на самодийских языках «железо». Приводится как слово местного населения. Я уже приводил вот эту самую «Ажу», которая дотюрская, государственная, так сказать, высокая титул. Ну, еще тут «Палатка», «Медиджи», само название реки Абакан, которая «Абу», «Бу-вода» на самодийских языках. «Гудру», «Клыки мамонта ископаем» и так далее. Итак, ну вот название «Несея», они приводят «Гянь», то есть ясно, что отсюда от древнего «Кэм» и хакасская «Ким» и туминская «Хэм». В тульских языках такого слова нет, но есть в самодийских, в частности, в Силькубском, где «Хэм» и «Хэмчик» текут. Отсюда можно сделать только один вывод. Под хакасами китайские источники понимали разноязычное население древнехакасского государства 6-12 века, часть которого была теркоязычной, прежде всего правящий династийный род Кыргыз. А другая часть, ну не только, конечно, уже в это время, только этот род, нет совсем, ассимиляция, так сказать, древнехакасским языком распространялась на подданных Кыргыз-Кагарах активно, как всегда бывает в политической истории. А другая часть – самоедоязычная, самодийскоязычная. Вот таким образом, так или иначе, но именно со слов приезжих послов отсюда с Енисея были записаны китайскими чиновниками, как древнеидюрские, так и древнеюжно-самодийские слова хакасов. Вот такой экскурс я позволил себе сделать, простите, не обращая внимания на время, потому что я очень надеюсь, что эти мысли, великолепно обоснованные нашими предшественниками, они имеют прямое отношение к современному нашему восприятию. Это экнонима хакаса, который в древней форме был возвращен, между прочим, после революции сразу 5-го года, а затем в Великой Октябрьской социалистической революции. Спасибо, Игорь Леонидович, я думаю, никто не забыл, потрачено время, очень увлекательное выступление. Не то, что у нас официальные доклады, да, Игорь Леонидович, гораздо интереснее.